Неоплатный долг. Дни войны тянулись медленно, как будто год шел за три. Но все равно ощущение определенного перелома и уже видимого, хотя далеко не скоро окончания войны, было у всех. Понимание приближающейся победы, скажем, днем чувствовалось все ощутимее. Так, например, первоклассник всегда не понимает облицу умножения, в один какой-то день сразу и резко вдруг начал понимать, и, оказывается, ничего сложного здесь нет, и, наоборот, все очень даже легко и ясно. В детской памяти длительность компенсируется впечатлениями. Во всех столетиях доминируют положительные эмоции над отрицательными, и сейчас на протяжении многих десятков лет вспоминаются именно эти моменты. Но все равно было хорошо, так как период детства и юности неповторимы и всегда единственны и памятны. Конечно, если период детства не лег на самые невносимые условия, как, например, нахождение в концентрационном лагере. Однознакомый как-то показал зловещую, серую, будто чуть затертую татуировку на своей руке. Это был ряд цифр и знаков. Показало умолчание. Но после увиденного желание расспрашивать что-либо исчезло напрочь. Да и сейчас шутить на эту тему не хочется совсем. Вообще, война как явление во все время представляла собой в сознании людей некую сущность с холодным разумом и полным отсутствием сопричастности к живущим. Что-то среднее между жестким механизмом и бездушным вечным орудием кары двухполярного мира, созданного творцом, по плану, видимо, известному лишь ему одному. Не важно, какие технические изобретения придуманы человечеством для передвижения, строительства, преобразования. Важно, чтобы они могли быть использованы также и для уничтожения, а лучше всего массового. Я поймал себя на том, что сейчас использовал фразу «лучше всего» для обозначения оптимального варианта действия по убийству. Эти слова, какие технические средства человека можно применить по разному, как во благо, так и во зло. Какой жестокий парадокс реабильной системы. Как-то в разговоре отец спросил маму, видела ли она немцев. Та ответила, да, видела. Мы начали расспрашивать, как и когда, ведь до Рязанской области война не дошла, хотя чувствовалось везде. Так пленных же! Они делали игрушки, меняли их на хлеб, отвечала мама. И это было правдой. Там отбывали наказание немецкие захватчики. Если это можно назвать наказанием за уже никогда не вернувшихся советских людей, как военных, так и мирных. Это неплатный долг. А сколько еще не опознано? Говорят, война не закончена, пока не захоронен ее последний солдат. Кстати, мама позже тоже пошла в аэроклуб и с лопастей заменитого военного кукурузника У-2 сделал 21 прыжок с парашютом. Это было так. Из второго места сзади пилота сначала на крыло, затем медленно сползая в воздушную бездну. Один парашют сзади, другой запасной и спереди. Оба массивные, с огромными серебристыми куполами. Папа, видимо, той детской памяти мальчика-художника-самоучки с его картиной «Арбуз на грядке», тоже рисовал картину. Копии классиков, пейзажи, портреты на китайском суде, на которых он работал. Другой дед служил тоже в пожарной охране районного центра, как и двоюродный, который был расстрелян в станице Тамани. В 1941 году он ушел на фронт с должности политрука. Через полгода пришло письмо. Пропал без вести. Он попал в окружение в первые месяцы войны. Уже после победы бабушке кто-то сообщил, что будто бы на восток через поселок едет поезд с заключенными, в которых везут бывшие военнопленные с Германии. И что Алексей Андреевич, мой дед, передал ей весточку. Думаю, это была надежда. И только. Позже я сделал запросы в архивы министерства обороны СССР и главную военнопрокуратуру Российской Федерации. Ответы неутешительные. Но об этом расскажут страницы документов в следующих страницах бесед, воспоминаний. Продолжение следует... Продолжение следует...